Здравствуйте! На канале Академия очередной выпуск проекта «Точка зрения». В студии работает Виталий Хеми. Сегодня говорим о начале вступительной кампании в Национальном университете Одесской юридической академии. У нас в гостях секретарь приемной комиссии этого ВУЗа Николай Иванович Пашковский. Здравствуйте, Николай Иванович! Добрый день! Рад видеть вас в нашей студии. Первые впечатления, первые промежуточные итоги вступительной кампании, одна из основных дат которой приходится на конец июня. Я хочу всех поздравить и родителей, и выпускников этого года, как средних образовательных заведений, так и вузов, с тем, что стартовала вступительная кампания. Собственно, вступительная кампания стартует в тот момент, когда Министерство образования и науки определяет новые условия приема в высшие учебные заведения. То есть она стартовала уже достаточно давно, но для нашего ВУЗа непосредственно связанный процесс с принятием документов начался в конце июня, 27 июня, когда мы объявили прием документов для лиц, имеющих уже высшее образование, диплом младшего специалиста бакалавра, для продолжения обучения по программе бакалаврата, специалитета, либо магистратуры. Такой вопрос. Основные специфические моменты, которые отличают приемную кампанию 2014 от кампании прошлых лет? Знаете, любые изменения вступительной кампании, они обусловлены, детерминированы теми процессами, которые проходят в нашем обществе. К сожалению, в этом году у нас достаточно негативные процессы, связанные с событиями на востоке Украины. Поэтому Министерство образования и науки Украины с целью обеспечения прав на образование выпускников Донецкой и Луганской области ввело дополнительную сессию внешнего независимого оценивания для этих школьников. И, соответственно, вынуждено было сдвинуть немного дату начала вступительной кампании. Поэтому для выпускников школ прием документов на первый курс всех ВУЗов Украины начнется не 1 июля, как раньше планировалось, а 11 июля. Ну и новеллой этой вступительной кампании является также и то, что ВУЗы имеют право принимать документы, магистратуру на основании любой специальности, базовой специальности. То есть, например, для поступления к нам на факультет политологии и социологии, магистратуру по политологии и социологии, не обязательно принести диплом бакалавра социолога либо политолога, достаточно диплом бакалавра любой специальности, любого направления подготовки для того, чтобы стать будущим политологом или социологом. Продолжая тему политической составляющей обстоятельств, которые сопутствуют приемные комиссии, вопрос такой. Мы все знаем, что Одесская юридическая академия представляет собой такую сборную всех регионов Украины. Сюда едут получать высшее образование не только с Востока, но и с западных регионов. Вот нынешняя напряженность, она как-то сказывается на том, что, может быть, люди из Ивано-Франковской, из Львовской областей как-то с опасением едут на юг, или, может быть, из других регионов смотрят по-особому на Одессу, или, к счастью, удалось избежать вот этого вот барьера? Ну, знаете, определенный уровень напряженности, он присутствует в нашем обществе в настоящее время, и это никак не связано с тем, что какие-то процессы происходят именно в Одессе только. У нас очень сложные социальные процессы проходят, социально-политические процессы в целом по Украине. И вот те многочисленные звонки, обращения личные выпускников этого года потенциальных наших абитуриентов свидетельствуют, что вот эта сложная ситуация, которая присутствует в нашем обществе, она не является определяющей для того, чтобы остановить будущее абитуриента и не поступать в Национальный университет Одесской юридической академии. И к нам традиционно идут потоки звонков из Западной Украины, из Восточной Украины, из Центра, и мы надеемся, такой же уровень интереса, не меньше уровень интереса, который проявляли к нашему ВУЗу абитуриенты, как и предыдущие годы. За 17 лет функционирования работы ВУЗа, вот эта вот безбарьерная среда, удалось ее сохранить? Безусловно, и Одесса в целом это очень толерантный город с приятным климатом и прекрасными возможностями не только для учебы, да, это один из крупнейших университетских ВУЗов Украины, но и с благоприятными условиями для личного отдыха, развития своей личности. Поэтому мы ожидаем очень высокий интерес к нашему городу и к нашему ВУЗу со стороны выпускников других регионов Украины. Говоря о новшествах, о новеллах, мы можем также обратить внимание на то, что непосредственно уже юридическая академия представляет. Это новые специальности, новые направления. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Знаете, президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, он очень креативный человек, и он заставляет постоянно двигаться вперед, придумывать, развивать, повышать уровень. И каждый год мы для наших абитуриентов преподносим какие-то новые положения, новые возможности для развития своей личности. Вот в прошлом году, вы знаете, мы открыли факультет журналистики, да, и там новое направление было журналистики, успешно набрали, с участием в том числе ваших коллег-журналистов набрали первый курс. А в этом году развивается дальше факультет журналистики, мы открыли вот новое направление реклама и связи с общественностью. То есть будем готовить рекламщиков, пиарщиков для нашего общества. Кроме того, в этом году наш университет еще открыл магистратуру по двум новым специальностям политологии и социологии, очень востребованным специальностям в нашем обществе, потому что необходимо постоянно отслеживать процессы происходящие, давать адекватные консультации относительно построения своих политических или иных общественных программ. Кроме того, новелла является то, что мы открываем свой институт, открыли уже, собственно, свой институт и колледж в городе Киеве. Это связано с тем, что несмотря на то, что наш вуз находится на юге Украины, к нам очень большое количество абитуриентов поступает как раз из Киева, Киевской области, и мы для того, чтобы полноценно удовлетворить этот спрос, этот интерес, мы открыли в этом году Киевский институт и Киевский колледж, который будет уже с 11 июля принимать первых своих абитуриентов. Еще одна изюминка, еще одна новелла, связанная уже с нашим юридическим колледжем. Вы знаете, у нас учатся самые маленькие, выпускники 9 класса, поступают к нам на 3 года в юридический колледж, получают диплом младшего специалиста и потом продолжают уже с третьего курса университета, продолжают обучение в бакалаврате. Так вот, в этом году мы решили предложить новую программу для выпускников 9 класса, которая предполагает, что они продолжают получать среднее образование у себя в родной своей школе, не отрываясь от, скажем так, насиженного места, да, но вместе с тем параллельно по заочной форме они будут получать образование, уже высшее образование в нашем юридическом колледже и получать свою первую специальность юриста, младшего специалиста. Поэтому мы приглашаем тех абитуриентов, которые не хотят разрывать связи со своей родной школой, хотят получить образование в своей родной школе, поступить в юридический колледж и получить параллельно участие в школе, получить высшее образование за те же два года. Непосредственной частью составляющей вступительной кампании является то, что и предшествует. А предшествует кропотливая работа, в том числе и регулярные дни открытых дверей. Насколько эффективна эта практика при наборе студентов? Знаете, дни открытых дверей – это не единственное мероприятие, которое проводится нашим университетом для того, чтобы не только привлечь внимание абитуриентов к нашему ВОЗу, но и показать те перспективы, те возможности, которые открываются для выпускников школ в случае, если они будут получать образование именно в Национальном университете Одесской юридической академии. У нас проводятся и открытые занятия, и экскурсии, и многочисленные школы. Вот с 11 июля, кстати, начинает свою работу школа журналистов. Как раз для того, чтобы будущие абитуриенты, еще не став студентом факультета журналистики, могли уже окунуться в эту практическую сферу журналистики, для того, чтобы понимать, чем же они действительно будут заниматься в течение ближайших пяти лет своей жизни. Поэтому у нас есть очень много таких форм общения с абитуриентами. Я хочу сказать, что приемная комиссия летом работает в режиме нон-стоп. То есть мы работаем без выходных с 9 утра до последнего абитуриента, который пришел в Академию подать документы, просто проконсультироваться, узнать. И практика показывает, что иногда мы принимаем абитуриентов до глубокой ночи, потому что люди идут, приезжают с поездов, автобусов, заходят к нам просто гуляя по городу, для того, чтобы узнать, как же поступить в Национальный университет Одесской юридической академии и, собственно, подать документы. — Кстати, о документах. Не лишним будет напомнить тот базовый набор документов, который необходим при поступлении в том числе в Национальный университет Одесской юридической академии. — Да, он достаточно стандартный. Это всего несколько пунктов. Первый — это документы в образовании. То есть вы должны подтвердить, что вы имеете уже какое-то среднее или высшее образование для того, чтобы учиться в Национальном университете Одесской юридической академии. Аттестат, свидетельство о базовом образовании, диплом младшего специалиста, бакалавра специалиста, магистра. То есть любой документ о образовании соответствующего уровня. Вместе с приложениями, с оценками. Почему? Потому что при поступлении обязательно учитывается средний балл предыдущего образования. Второй документ — это медицинская справка 086О. Необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации для того, чтобы в течение 1-2 часов медицинского осмотра получить эту справку. То есть никаких сложностей в данном вопросе возникать не должно. Третий документ — это, собственно, для абитуриентов, поступающих после 11 класса. Это сертификаты внешнего независимого оценивания. У нас есть различный перечень этих сертификатов в зависимости от тех специальностей, на которые поступают. Поэтому можно зайти на сайт приемной комиссии для того, чтобы посмотреть, какие же сертификаты необходимы. Но обязательно сертификат по украинскому языку и литературе. Это обязательный сертификат для всех направлений. Четвертый документ — это, собственно, ваши фотографии. Шесть фотографий, три на четыре. Они идут потом в деканаты, в отдел кадров, наклеиваются на экзаменационный листок при поступлении и так далее. То есть мы активно их используем для того, чтобы идентифицировать личность. Пятый документ — это, собственно, документ, удостоверяющий личность. Паспорт, а для тех, кто его не имеет в силу возраста, свидетельство о рождении. И для военнообязанных — приписное свидетельство, военный билет. Все, вот ограниченный перечень документов, которые необходимо представить в приемную комиссию для того, чтобы стартовать уже в качестве абитуриента Национального университета Одесской юридической академии. Естественно, если есть документы о льготах, то необходимо представить и эти документы. Не так давно, буквально накануне нашей с вами встречи, был принят, опубликован даже закон о высшем образовании. Есть ли в нем пункты, которые непосредственно касаются вступительной кампании? Что это нам ждать каких-то революционных изменений касаемо этого направления? Вы несколько забегаете наперед, говоря о том, что закон опубликован в действительности. Вчера только Верховная Рада Украины приняла закон о высшем образовании. Мы с нетерпением ждем его опубликования для того, чтобы узнать его содержание. И хочу сказать, что Сергей Васильевич Кивалов, несмотря на то, что он являлся автором альтернативного законопроекта, тем не менее он участвовал в разработке и этого проекта закона Украины о высшем образовании. Многие новеллы, которые в нем присутствуют, именно принадлежат авторству Сергея Васильевича. И относительно закона и приема вступительной кампании, хочу сказать, что в этой вступительной кампании, естественно, положение нового закона еще учитываться не будет, в силу того, что он вступит в силу уже после ее окончания. Но закон значительно расширяет права вузов по регламентации вступительной кампании. И там несколько будет пересмотрен механизм формирования участности конкурсного балла. Будет учитываться не только средний балл, но вуз будет и определять удельный вес каждого предмета за него при поступлении абитуриенту. То есть определенные новеллы вступительной кампании, этот закон предполагает, но они вступят в силу уже только для следующей вступительной кампании. По мнению специалистов, у вуза должно быть больше прав и полномочий во время вступительной кампании. Это должен каждый вуз конкретно какое-то свое именно. Понимаете, здесь очень много точек зрения. И очень странно, когда пропагандируется в целом идея автономизации вузов. То есть расширение автономии, университетской, академической автономии. Вместе с тем в сфере отбора абитуриентов наблюдается определенный диктат со стороны органов государственного управления. Я думаю, что со временем в этой сфере будет возобладать все-таки сбалансированный подход, когда вузы тоже будут играть активную роль в определении того, как будет происходить отбор абитуриентов при поступлении в эти вузы. Ведь в конечном итоге вузы отвечают за качество высшего образования. Полученного образования будущими государствами. Да, да, да. А если на первом этапе они не имеют возможности активно участвовать в отборе самых лучших абитуриентов, то это ставит вопрос, насколько они ответственны за выход. Одним из результатов вот такой несогласованной позиции вузов и государственного руководства, это процент отчисленных студентов на первом курсе. Люди просто, может, зашли не туда, может быть, потому что вуз не имел возможности регулировать этот процесс. Вот эта цифра, не самая приятная цифра, она с годами как-то меняется или она стабильна на каком-то уровне? Я хочу даже несколько изменить ваше внимание, что эта цифра, она коррелирует еще с той цифрой, связанной с подачей документов. Ведь вы знаете, что каждый абитуриент имеет право при поступлении в вуз выбирать не только 5 вузов, куда он подаст документы, но и в пределах одного вуза и 3 направления, на которые он подает документы. И очень много абитуриентов, они в определенной мере дезориентированы. То есть они в академию подают документы, допустим, на журналистику, правоведение, идут в медин, подают на медицинские специальности, идут в экономический университет, подают на экономические специальности. Это свидетельствует, что абитуриентам, многим абитуриентам, необходимо просто куда-то приткнуться. И это проблема в целом и среднего образования, в том, что вот эта профориентация не наступает на более раннем периоде. С каждым годом процент отчисляемых студентов первого курса, он немножко, возможно, увеличивается, но это очень индивидуальный показатель. Но этот показатель, он присутствует. И основная причина присутствия этого процента, наличия этого фактора отчисления, в том, что многие абитуриенты не понимают, зачем им та или иная специальность. И вот в течение первого курса обучения они убеждаются в том, что им лучше быть философом, математиком или иным специалистом. Это связано с тем, что для правоведческих специальностей, прежде всего, вот, например, на журналистике очень невысокий, там практически нет отчисления. Почему? Потому что люди в целом видят эту профессию, они понимают, они очень заинтересованы в получении этой профессии. Профессия юриста, она тоже обладает определенным ореолом, но человек с ней не соприкасается практически, особенно молодой человек. Он бы смог к ней прикоснуться, если бы в школе надлежащим образом преподавалось правоведение, если бы он в рамках подготовки к поступлению в юридический вуз изучал право, готовился к сдаче ЗНО или вступительного экзамена, тогда бы он был более профессионально ориентирован. Это моя личная точка зрения. Также имеет большое значение информирование о том или ином направлении, но с этим проблем у вуза нет. Но хотелось бы обратить внимание на такой сектор работы, как виртуальная часть, это работа сайта Одесской юридической академии. Выполняет ли он до конца свои функции? Может, приходят студенты, абитуриенты, говорят, что вот, мы очень много информации получили именно с сайта Одесской юридической академии. Или это направление еще стоит усилить? Потому что мы знаем в зависимости от тех же социальных сетей нашей молодежи. Я вам хочу сказать, что вот этот тренд, усиление виртуальной социальности, он с каждым годом все более усиливается, особенно этот тренд получил распространение в молодежи. Это вполне объяснимое явление. И, безусловно, национальный университет презентует себя, представляет себя не только в эфире средств массовой информации, но используются и такие источники, как социальные сети, веб-сайты. У нас есть и общеэкономический корпоративный, скажем так, сайт, и есть сайты отдельных факультетов, и есть сайт, безусловно, приемной комиссии, где мы выкладываем все эти материалы, которые имеют непосредственно отношение к вступительной кампании, и реагируем сразу. Когда абитуриенты обращаются, то есть говорят о том, что нам такой-то материал недоступен, мы сразу этот материал выкладываем. И вот этот тренд, он прослеживается и в политике Министерства образования и науки. Вы знаете, уже несколько лет апробируется только эксперимент, собственно, это уже сегодня не эксперимент, а правило, электронное поступление. Когда абитуриенту не обязательно приезжать в высшее учебное заведение, а достаточно подать документы, зарегистрировать электронную заявку. Правда, здесь есть и в определенной мере негативная сторона, потому что таким образом абитуриент отчуждается от процесса поступления. Он не видит, куда он поступает. Ведь еще древние говорили, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Время нашей сегодняшней встречи подходит к концу. Я хотел бы, чтобы вы, Николай Иванович, воспользовались случаем. Мы пригласили юноши и девушек к новому вызову в своей жизни. Уважаемые абитуриенты, а также их родители, мы приглашаем вас в Национальный университет Одесской юридической академии для того, чтобы сделать выбор своей успешной дальнейшей профессиональной карьеры благодаря обучению в нашем высшем учебном заведении. Мы всегда рады вам, двери нашего вуза для вас всегда открыты. Николай Пашковский, секретарь приемной комиссии Национального университета Одесской юридической академии был у нас сегодня в гостях. А я, Виталий Хемий, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире в студии программы «Точка зрения». Берегите себя, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова